Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я начинаю свой рассказ «Музыка для мира во всём мире». В этом веке благословенная Мать Мария, Матерь нашего Господа Иисуса Христа, бесчисленное количество раз представала перед смиренными сердцами сего мира. Бесчисленное количество раз она предостерегала об опасностях и даже о великих катастрофах, которые угрожают человечеству. И её послания не остались неуслышанными. Она говорила своим детям, каким образом они могут искупить грехи мира и таким образом облегчить или даже отвести её предсказания. И хор Церкви Вселенской и торжествующие весьма решительно согласились о том, что эти предостережения не останутся незамеченными. Они верят, что все подобные устрашающие предсказания Матери Милосердия могут быть и будут смягчены её любовью. А потому с глубочайшим благодарностью за её нежное и в то же время могущественное заступничество от имени всех детей Божьих мы представляем её всему миру, как музыкальный альбом под названием «Музыка для мира во всём мире» и посвящаем его Санктиссиме, на святейшей царице небес. Именно её фатимское послание явилось причиной нашего глубокого внимания и заботы. Появление Марии в Португалии в Фатиме в 1917 году стало первым зафиксированным событием такого рода в нашем веке. Её предсказания, которые она передала трём маленьким детям-пастухам, частично были подтверждены последовавших за ними событиями, потрясшими весь мир. Исполнятся ли они все до конца сегодня, всецело зависит от принятого нами решения. Период с 13 мая по 13 октября 1917 года, по мере того, как со всей яростью разразилась Первая мировая война и большевизм совершил свою революцию, благословенная мать Мария появилась шесть раз с трём маленьким детям, имена которых Люсия, десять лет, Франциска, девять лет и Ясинта, семь лет. Но ещё до того, как мать Мария предстала перед ними, могущественный ангел мира посетил их весною 1916 года. Представ перед ними в образе молодого человека в возрасте примерно 13-14 лет, он совершил свой поклон, пока его чело не коснуло земли, и вдохновил детей три раза произнести следующую молитву о мой Бог. «Я верую, я почитаю, я надеюсь, и я люблю тебя. Я прошу простить тех, кто не верит, не почитает, не надеется и не любит тебя». Затем он встал с колен и добавил «Молитесь так, ибо сердца Иисуса и Марии очень чувствительны к голосу ваших просьб». И с того времени. И дальше маленькие дети проводили многие часы в своих молитвах, произнося указанные им свыше слова, преклонив при этом свои колени и головы к земле, как это было продемонстрировано им ангелам. Далее ангел переставал перед ними еще два раза, и осенью, появившись последний раз, он нес чашу с хлебами над ней, капельки крови которого, падая, наполнили собою ее. И по мере того, как чаша и хлеба как бы зависли в воздухе, ангел, снизойдя к детям, преклонил к колени и попросил их произнести следующую молитву. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, я глубоко чту тебя, я приношу тебе драгоценнейшее тело, кровь, душу и божественность Иисуса Христа, живущие во всех храмах мира, во исправлении беззакония, святотатства и равнодушия, к которому он оскорблен, и ради нескончаемых заслуг его святейшего сердца и причистого сердца Марии я молю тебя обратить бедных грешников. После чего ангел, взяв чашу и хлеба, вновь преклонил к колени, поместил на язык Люсии освященную обладку, а двум другим детям позволило спить из чаши. Далее он сказал, «Примите и испейте плоть и кровь Иисуса Христа, столь сильное, скверненное неблагодарным человечеством. Молитесь, прося возмещения за людские преступления, и утяжьте Господа». И вновь ангел низко преклонил голову перед детьми, коснувшись ею самой земли, повторил молитву еще две раза и еще. Когда же сама мать Мария предстала перед детьми Фатиме, то она предупредила о тех вольных и бедствиях, которые снизойдут на планету из-за распространения коммунизма и рассказала о ее плане, как принести миру мир и окончание войны. Посредством ежедневного прочтения Розария, всемирного поклонения перед ее непорочным сердцем и эпидемии, Мария просила детей свершать жертвы, принося им Господу ради бедных грешников и молясь произносить следующие слова. «О Иисус, сие ради любви к Тебе, ради обращения бедных грешников и во исправление грехов, направленных против причистого сердца Марии». Мария передала детям свой секрет, рассказав о нем в трех частях. Первая часть — это видение ада, во второй части она сказала, «Когда вы узрите, как ночной мрак будет озарен неизвеченным светом, то знайте, что это есть великое знамение от Бога, которое говорит о том, что пришел час великого наказания миру, всему за его многочисленные преступления закона, которое должно совершиться через войны, страшный голод, гонение на церковь и на святого отца. И дабы предотвратить все это, я приду, чтобы просить совершить посвящение России моему непорочному сердцу, а также жертвенное причастие в первую субботу. Если мои просьбы будут услышаны, то Россия будет обращена и наступит мир. Если же нет, то эта страна распространит свои ошибочные понятия и концепции по всему миру, провоцируя при этом все страны на бойны и на преследование церкви. Великое страдание снизойдет на этот мир, святой отец будет много страдать, многие нации будут уничтожены. Из-за того, что ответ на просьбы Марии так не последовал, в указанное время некоторые из предсказаний и событий все же свершились. В 1929 году мать Мария попросила о том, чтобы было совершено посвящение России непорочному сердцу. Она сказала, «Тогда, Люсии, пришел момент, когда Господь Всемогущий просит святого отца, папу римского, совместно со всеми епископами мира совершить посвящение России моему непорочному сердцу, обещая таким образом спасти эту страну». И хотя многие главы Римской католической церкви в разные времена произносили различные благословения, все же и по сей день так и не было в точности исполнено именно то, о чем просила Мария. 25 января 1938 года зловещая Алая Зарева появилась в небе. Люсия, которая к тому времени уже была принята монахини, могла отчетливо видеть его из окна своей келью. Этот свет был виден над небом всей Европы, над Африкой и над некоторыми частями Азии и Америки. Люсия знала его, как предсказание, данное Марии Фатиме, о чем Матери Божьей упоминала, как о неизреченном свете, который явится сигналом к приходу момента наказания мира за все его преступления закона. И, как и было предсказано, по пятам этого события мир пришли несчастья, приведшие весь мир ко Второй мировой войне. Менее через два месяца, 12 марта 1938 года, Гитлер оккупировал Австрию. В 1939 году, 1 сентября, была также занята и Польша, после чего Англия и Франция объявили о вступлении в войну. Наказания с ней зашли на мир в виде страшной разруки, которую принесла Вторая мировая война и ее более чем 50 миллионами унесенных жизней, а также в виде преследования церкви в России и в Европе и приход прокоммунистических принципов на эту землю. С падением коммунизма в бывшем Советском Союзе многие по какой-то причине поверили в то, что предсказание Матери Марии, данное ее Фатиме, это уже дело прошлого. Они почему-то позабыли о том, что римские папы так никогда и не раскрыли третьей тайны Фатимы, которая представляет собой, возможно, самое страшное откровение Божественной Матери. Во всех ее явлениях, начиная с Фатимского, в Аките в Японии в 1973-1981 годах, в Наджу, Южная Корея в 1985-м и по настоящее время, в Меджигорье, Югославия в 1981 год и по настоящее время она постоянно и неустанно говорила о тех страшных наказаниях, которые должны прийти в этот мир. В Аките благословенная Мать сказала, несчастья будут иметь совершенно беспредельный характер, гораздо более страшный, чем всемирный поток, снизойдет огонь с неба, и как результат, большая часть всего человечества будет уничтожена, и если люди не совершат своего покаяния, это обязательно произойдет. В Наджу, где благословенная Мать Мария поместила свое присутствие над собственной статуей, заставив ее изливать кровавые слезы, она говорила о преступлении абортов и предостерегала о том, что наказание может прийти через саму человеческую расу. В Меджигорье она сказала, что посредством молитвы поста войны могут быть обращены, а отмстительное действие природных законов остановлено. В этом случае совершенно ясно, что благословенная Мать предостерегает нас от прихода мировой войны, теперь уже третий, во время которой огромная часть всего человечества может быть уничтожена. Также она говорит, что мы можем, воистину можем, ибо обладаем для того необходимой силы обратить спять эту войну и природные катаклизмы через молитвы, пост, эпитемии и принесение жертвы. Весь мир стал свидетельством разделения Советского Союза, хотя Россия по-прежнему остается способной вызвать крушение всего человечества, о котором говорила Мать Мария. Мы можем лишь спросить, а почему же благословенная Мать может позволить, чтобы очередная мировая война разразилась и страшные потрясения и бедствия пришли в наш мир? Но давайте внимательно посмотрим на все те преступления, которые совершены человечеством против ее непорочного сердца. К примеру, Америка, являясь в определенной степени лидером среди мировых держав, имела прекрасную возможность показать всему миру великолепный пример. Но вместо него мы сохранили у себя узаконенные аборты. Такое преступление ставит нашу страну в положение сильной уязвимости. И разве можем мы тогда ожидать, что Америка будет каким-либо образом защищена от очередной мировой войны архангелом Михаилом или нашей благословенной фатимской матерью, когда ежедневно американцы убивают множество тысяч ее драгоценных детей. Так сколько же еще Мария будет стоять между нами и великим наказанием, нисходящим от руки нашего Господа, в то время как мы попустительствуем осквернении ее облика, самого тела женщины в искусстве индустрии рекламы, как долго мы будем продолжать отвергать бедных и нищих духом, которое предстает перед нами как уличные дети, бездомные и употребляющие наркотики, что в действительности может снизойти на нас в ответ за наши грехи, совершающиеся против детей Божьих и детей Матери Милосердия. Не возместив все эти бесчестия, вне сомнения мы навлечем на себя несказанное страдание. Так давайте же будем произносить молитвы каждый день. Давайте будем ежедневно молиться словами ангела. Во имя Иисуса Христа давайте будем молиться по священию России непорочному сердцу Марии, а также блюсти ритуал причастия эпитемии, совершая его каждый первый субботний день каждого пятимесячного цикла, как об этом просила наша благословенная мать. и будем в радости продолжать наше бдение ради самой жизни. Давайте предадим нашей жизни Богу, чтобы Он мог проявить свое милосердие по отношению к тем, кто из-за собственного невежества и злобы не в состоянии оставаться послушным Его высшим законом. Молитва розария каждый день да войдет в наши сердца. Молитва розария каждый день да звучит во всем мире. На этом я заканчиваю свой рассказ. До новых встреч! Субтитры